На этих кадрах затопленные комнаты дома на улице Кирова. Проблемы с водостоком в окрестностях были и раньше, но в августе прошлого года после ливневых дождей вода хлынула внутрь жилища. Зашло под пола и вот от соседа уже все через стену зашло к нам и было на 30 сантиметров. Вот, видите. После затопления одна из комнат оказалась почти полностью уничтожена. Хозяевам пришлось разобрать пол до земли, а мебель выбросить. Другая пострадала чуть меньше. Лаги удалось сохранить. Параллельно с этим ущерб из-за воды зафиксировали и в других домах. У меня астма. И вот нас топит это каждый год. Уже третий год. А как вы думаете, мне дышать этим воздухом? Я две или три недели откачивала из под пола насосом воду на улицу. Полная ограда была. Даже в подполе полный, полный и погреб. Все, все затоплено было. Все, все. Но сам там не заходил еще? Нет, вот маленько не хватало до пола. Также пострадала и сама улица Кирова. Осенью и весной жители вынуждены обращаться в МЧС, чтобы специалисты откачивали воду. Однако зимой дорога все равно превращается в ледяной канал. Сейчас проезд по ней пришлось перекрыть, чтобы расколоть лед. Причиной своих бед владельцы затопленных домов считают соседа, который, по их словам, самовольно установил трубы водоотведения меньшего диаметра. Вот сосед нам пишет. Всем доброго дня. Больше не существует возможности для отведения воды с улицы через наш дом. По вопросам водоотведения обращайтесь к администрации города. Это их прямая обязанность. И люди действительно обратились. Не только в администрацию города, а также в полицию и к губернатору. В ответ, говорят, получили лишь отписки. При этом на контакт не идет и сам сосед. Несмотря на это, нам удалось поговорить с ним по телефону. А вы связываете как-то все-таки то, что замена трупов сказалась на комфорте от жизни других жильцов сейчас? Я связываю это с тем, что администрация города Барнаула никак не хочет выполнять свои прямые обязанности. Однако, согласно правилам благоустройства Барнаула, ответственность за пропуск талых вод лежит на владельце территории. Землевладельцы и землепользователи обеспечивают в весенний период пропуск талых, ливневых и паводковых вод. Содержание в надлежащем порядке проходящих водотоков, а также водосточных канав в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допуская подтопления участков, тротуаров, улиц и проездов. Осознав, что помощи ждать не приходится, жители улицы Кирова приняли решение бороться самостоятельно. В ближайшее время, уверяют владельцы затопленных домов, будет составлено заявление в суд. А пока продолжают готовиться к паводку. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.